Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука. Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую в последние деньки старого 2021 года. Сегодня мы продолжим с вами разговор о здоровом образе жизни, в том числе в праздничные дни. Какой день в году самый короткий? Ну, конечно, кто-то скажет день зимнего солнцестояния. На самом деле есть такой анекдот, что самый короткий день – это 1 января. Заснул в 6 утра, проснулся в 3 дня и опять в 7 часов заснул. Ничего удивительного, ведь в этот день мы празднуем новогоднюю ночь и позволяем себе иногда лишнее. И еще есть анекдот, что водка была хорошая, а салат кислый, поэтому мне на утро плохо. На самом же деле виновников плохого самочувствия в такие дни может быть довольно много. Один из виновников головной боли, с которой мы можем и ложиться, и просыпаться после таких дней и ночей – это тирамин. Тирамин – специфическое вещество, которое вызывает мигрень. К сожалению, многие продукты питания богаты тирамином, и у значительной части людей, не у всех, но у многих, обильное потребление продуктом с высоким содержанием тирамина вызывает ту самую пресловутую головную боль. Одним из виновников сильной головной боли после ночных, вечерних и дневных возлияний является красное вино. В том числе и в первую очередь красное вино домашнего приготовления. Это связано с тем, что дрожжи, осуществляющие брожение главным образом красных сортов винограда, выделяют огромное количество тирамина, потому что субстрат есть в самом винограде и, как правило, в красных сортах. Поэтому, если вы за собой такое знаете, что у вас на вино палит голова, и особенно на красное вино, и особенно на домашнее, то виноват не винодел, и не химия, и не пестициды, с которыми выращивали виноград, а виноваты те самые вещества, тирамин, которые у вас плохо подвергаются обмену веществ. И такие же вещества содержатся и в сыре, особенно чем дороже сыр, пармезан, выдержанные сыры, сыры с плесенью, чем дороже сыр, тем больше там содержится тирамина, тем выше вероятность, что он у вас вызовет головную боль. Кроме того, также это неприятное вещество содержится в копченых колбасах и в копченой рыбе. И здесь правило точно такое же. Чем дороже копченая колбаса, чем она выдержанней, чем она суше, чем дороже рыба, чем лучше она прокопчена, чем она суше, выдержана, тем больше там содержится тирамина, и тем выше риски заиметь головную боль. Соевый соус, любые продукты брожения, за исключением хлеба, также содержат значительное количество тирамина. Поэтому постарайтесь в новогоднюю ночь не сочетать эти продукты вместе. Не закусывайте дорогими сырами домашнее красное вино. Не потребляйте дорогие сыры одновременно с дорогими колбасными изделиями. Дорогими колбасами. Отдайте в этом случае предпочтение изделиям из свежего мяса, птицы, там свинины, говядины, либо приготовленной самостоятельно, либо продуктом наподобие ветчины. Это будет гораздо здоровее и для вас гораздо безопасней. Если вы можете воздержаться от красных вин и для некоторых людей от белых, для тех, у кого даже на небольшое количество тирамина возникает головная боль, откажитесь от них, замените их другими напитками. Что ж, я желаю вам счастливой, замечательной новогодней ночи, прекрасных выходных и праздников. И 1 января обязательно расскажу вам, чем надо побаловать свой организм, для того, чтобы он как следует пришел в форму. Это будет очень вкусно, я вам обещаю. Что ж, до скорой встречи!